Ну, честно говоря, богато потенциальными кандидатами не только земля Оренбургская. На федеральном уровне о своих президентских амбициях завели многие люди к политике, никакого отношения не имеющие. Задача у большинства из них все те же, либо словить хайпа, либо привлечь внимание к собственной деятельности. Карина Тумасова составила свой личный рейтинг самых экспрессивных персон и программ. Смотрим и наслаждаемся. Удивила Ксения Собчак. Журналист, светская львица и дочь своего отца заявила о желании стать кандидатом в президенты относительно недавно. И буквально открыла ящик Пандоры. Вслед за Ксенией Анатольевной подобные заявления посыпались от людей, мягко говоря, далеких от политики. Бывшая жена известного телеведущего Александра Гордона, Екатерина, певица, журналист и мать, объявила о своем желании побороться за пост президента, как принято у современных звезд, через Инстаграм. Девушка заявила, что ее кандидатура будет, вероятно, единственной несогласованной с администрацией президента и попросила своих подписчиков в социальной сети поддержать ее. Еще одна неоднозначная фигура, претендующая на звание кандидата в президенты, бизнесмен Сергей Полонский. О своем желании баллотироваться мужчина заявил после заседания Мосгорсуда, на котором его признали виновным по делу о хищении при строительстве элитного жилья, но освободили от наказания. Еще один желающий побороться за президентское кресло, ни много ни мало, мастер мастонской ложи. Политолог Андрей Богданов планирует выдвигаться от пола непарламентских партий. Кстати, это не первая его попытка. В 2008 году Богданов уже принимал участие в выборах и даже набрал почти полтора процента голосов избирателей. Ну и вишенка на торте, а точнее клубничка. Порнозвезда Елена Беркова также заявила о своем желании побороться за пост президента. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» и героиня фильмов для взрослых сделала заявление в Инстаграме, мол, готова стать президентом, и даже внесла некоторые предложения. К примеру, заявила, что если станет главой государства, введет обязательный сексуальный экзамен, что бы это ни значило, налог на бедность и разрешение на рождение детей. Правда, побороться за пост главы государства Беркова не удастся. Ей всего лишь 32. Но какие ее годы? Продолжение следует...